This conference will now be recorded. То есть это просмотр шип-файлов автокад при отсутствии автокада, установленного на компьютере. Автокад система дорогая и, так сказать, иметь ее обязательно для того, чтобы просмотреть файл автокада на компьютере, а необходимость такая есть. Ну давайте сначала формальности всякие. Ну, во-первых, о себе. Я преподаю на курсах специалист, преподаю достаточно длительное время, преподаю автокад все четыре уровня, которые у нас есть в автокаде. Вот. Ну здесь про меня, в общем-то, все написано. Вот я, кстати, ну, по вашему составу, по составу слушателя я скажу чуть позже. Ну вот, милости просим к нам на обучение автокаду на курс специалист. Дальше. Дальше. Ну, какие гарантии курс специалист дает? Они, наверное, на сайте описаны. Но, тем не менее, я бы хотел все-таки подчеркнуть о том, что это гарантия качества, гарантии результата, гарантированное расписание занятий. Вот здесь свое расписание узнаем до конца 2021 года. Ну, наши классы, кто там был, кто-то знает, но сейчас можно даже и не бывать, собственно говоря, в наших классах. Опять об этом чуть позже. То есть у нас появились следующие формы обучения. Ну, какие-то были, какие-то появились. Точное обучение, традиционное обучение в классе. Совершенно понятно какая-то лекция, практическая часть и так далее, и так далее. Далее, электронное обучение. Это обучение онлайн. Это вот сейчас у нас типичное электронное обучение, хотя это семинар, но тем не менее. Вот, то есть вы подключены сейчас, вы видите мой экран, слышите меня и участвуете в диалоге. Либо в ве-чат, либо можно, допустим, говорить никак. Смешанное это, когда, допустим, я нахожусь в аудитории, в группе. Часть людей сидят в группе, часть людей сидят по вебинару. По вебинару сидят. Ну, это интересная такая форма обучения. Ну, в общем-то, тоже сейчас прибавилась еще одна. В пандемии нам дают какие-то уроки, когда и преподаватели не присутствуют в аудитории, и тем не менее разговаривают с людьми. Индивидуальное обучение. Ну, вот, не знаю, в январе было уже два дюдак обучения, поскольку, думаю, сроки не было. Что-то сделать. Они вот у меня уже отучились, но чего-то недополнили, чего-то не так. После того, чтобы люди приходили, мы с ними занимались. Ну, микролернинг это не моя тема. Не моя тема. У меня, честно говоря, не было таких занятий. Я говорю, то, чего не было, это не очень, так сказать, правильно. Ну, и открытое обучение заключается в том, что преподаватель, как правило, человек, который состоит в несколько предметов, например, несколько программ учебных, он сидит в классе, а слушатели сидят и слушают записи различных программ. Он, являясь специалистом в этих программах, в любой момент может подойти и помочь ответить на задние вопросы. Далее. Ну, идем дальше. Все-таки у меня вопрос к вам. Ответьте мне, пожалуйста. Сейчас плюсики поставьте, потому что молчание можно подключить все, что угодно. Вы прослушали все, что я сказал. Вот сейчас время 18.36. Хотя бы один поставьте плюсик. Все. Юлиана, большое спасибо. Все, я иду дальше. Я иду дальше. Я не спрашиваю, усвоили ли вы или нет, поскольку это угодно и число. И, наконец, документы об окончании наших. Это свидетельства совершенно различные. Вам, нашим менеджерам, наверное, с удовольствием все по ним расскажут. Ну, идем дальше. Вот про этот курс и про вас. Ну, здесь, кроме Саши Беянова, который нас слушает уже и прослушал первый уровень у меня в Киеве очень много, я посмотрел внимательно, кто ко мне записался. Видите, какая штука интересная. Здесь нет ни одного человека, или я ошибаюсь, опять-таки, скажите мне, кто знает автокарт. То есть, есть ли здесь люди, которые в автокаде реально работают? Александр Куплиянов может не отвечать за за графики. То есть, самое Александр Куплиянович. вот вы не знаете что не знаю хорошо тогда я вынужден сделать некую такую преамбуру что умеет автокад ну во-первых автокад умеет создавать проекты как 2d так и 3d далее автокад имеет все файлы автокада имеет расширение dvg dvg собственно название курса то есть название нашей программы который мы сейчас я собираюсь вам представить это dvg true view то есть вынесло начало этой программы начало эту программу очень много людей проектирует автокад и проект но для того чтобы прочитать файл автокад нужно либо этот файл конвертировать pdf и отдать заказчику либо смежнику и так далее файл pdf либо же либо же иметь у себя автокад ну иметь у себя автокад человеку который заказывает работу в автокаде вообще-то для разработчика это опасно прямо скажем поскольку отдавая автокад вот так извините за вот такую вот автологию он просто теряет авторство вот дальше вот я определю типичную а работа затрудняется если человек ваш заказчик не может прочитать автокад но не спортишь автокад давайте я вам скажу одну из многих ситуаций из десятков ситуаций которые только возникнут все я не могу предугадать но одна из них такая вам никто заказчик заказ проект чего-то неважно чего дома изделия неважно чего и как правило ровно на следующий день вот на следующий день он у вас прошу как идет проект что вы что вы уже сделали вот и мы должны прекратить на самом деле работа над проектом а заниматься выводом на печать конвертаторных пдф терминных условиях того что вы сделали а вот те кто знает данном случае я могу только к александру петровичку приятно напугать знают что это целый курс ну при навыке в большом работе конечно чуть побыстрее но все равно большой отрыв времени для того чтобы конвертировать вашу наработку в автокаде в пдф и так далее и отдавать ее отдать ее заказчику вот но выход очень простой скачать dvg вьювер то есть вот ту программу о которой я сейчас буду рассказывать она стоимость этой программы ноль рублей ноль копеек и не важно почему мы там привыкли ноль долларов ноль центов любой центр в любом случае ноль что и всем раз покажу как ее скачать когда вы ее скачали вы можете попросить вашего партнера прислать вам файл dvg автокадский файл dvg вы его просто посмотрите вы просто посмотрите но вы не сможете его редактировать никогда не при каких обстоятельствах вы его не сможете редактировать только поскольку вам этого и не надо собственно говоря скажите вот по первой части такой вот по первой функциональной части не по введению а вот по программе dvg будущий у вас есть какие то вопросы то есть вам понятно ее предназначение это ли вы аудитория которые я обращаюсь вам нужно просмотреть человеку у которого автокад есть он не нужен александр пиццович зачистил автокад есть нет вот мне допустим эта программа не нужна я вам серьезно говорю я вам сейчас делаю презентацию программе я не расскажу а потом наверное я ее просто снесу с тобой почему тоже объясню посмотрите что вам нужно знать об автокаде работая в этом самом автокаде а не работая в этом автокаде вам нужно знать что такое слои максимум но своих данных для человека не специалиста это просто листы кальпик один накладывается в другой на одном находится стеной на другом находится не знаю там провода на третьем стулья и так далее и так далее и линейка поскольку это графическая программа вот зачем я вот вам наверное я не знаю какие у вас условия у нас остаются презентации вашего дня или нет я конечно формально не писал требования к 30 битной системе которые должны быть не ругайтесь я даже не читая ее просто скопировал но скорее всего у вас 64 бита ну 64 бита это вот такая вот система какие-то далее для того чтобы получить на своем компьютере вот такой лучок нужно сделать следующее действие я просто показываю я презентацию прерываю на время посмотреть вам нужно в любом просмотре в любом браузере набрать следующие к примеру фразу как открыть как установить как установить как установить как установить dvg 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 true view вот подсказку dvg true view во первых здесь есть масса формы все а устанавливать нужно только с авто с файлом автодеска вот автодеск комп и так далее ну я не могу гарантировать вам эту ссылку что она сохранится там завтра или послезавтра но вы должны убедиться в том что это официальная официальная установка а далее официальная дистрибьютор почему потому что я уже вот бегая по ссылкам я уже увидел предприимчивого дельцов которые просят небольшую сумму перечислить за эту установку это мошенничество стан ничего хорошего не выйдет потому что дело в том что эта программа устанавливается легко и просто просто стандартно вы там соглашаетесь со всем что вам предлагают и и все будет устать установиться далее смотрите идем дальше я опять сверну слайд вот вот у меня ярлычок dvg трой вот видите вот я просто установлю вот возникает вот такая вот картинка все в стиле автодеск все и вот такое стартовое окно ну программа не переведена на русский язык какие-то предыдущие версии были эти программы которые были переведены на русский язык они были переводы были кривые 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 хотя в общем вы знаете если кто знает что и автокад основного достаточно кривой перевод на русский язык а дальше создавать файлы здесь невозможно только openfiles видите здесь нет никаких других вариантов нажимаем на openfiles находим в нужной папке нужный нам файл вот и давайте я вот открою выберем файл вот так у вас попросят заменить файл с те кто учился не собирается учиться они обязательно это узнают ну всегда нужно даже не понимая что это игнор игнорировать вот мы получили что-то такое что-то такое мы получили ну это готовый файл автокада выполненный деланный что в нем есть во-первых что мы с ним можем сделать мы можем его просмотреть просто колесико мышки вот так вот я не знаю какие программы вы раньше изучали если автокад вообще к автокадчикам я даже и не принимаю вопросы к автокадчикам поскольку интерфейс система dvg true view отличается от автокадовского только тем что у него только одна вкладочка больше ничего у него нет и давайте поэлементно здесь посмотрим во-первых я могу просмотреть слои вот layers по-английски это слои вот слой 0 текущий вот я могу взять и вот этой кнопочкой отключить слой я могу отключить слой к примеру на котором находится я выбираю кнопочку отключить слой навожу на элемент мебели и никакой мебели у меня нету навожу на размеры никаких размеров у меня нету навожу на электрооборудование электрооборудования у меня нету ну и так далее и так далее мне нравится штриховка В штриховке у меня нет. Также я включаю все слои. Здесь нет лампочки, как в автокаде включить все слои. Поэтому нужно вот эти слои включить просто вручную. Там, где слои с лампочкой, нужно включить их вручную. То есть вот автокада у меня нет. А есть программа для ветра ю, в которой, как видите, я просмотрел вот этот вот чертеж. Дальше, дальше, дальше. Я могу, к примеру, здесь тот человек, который прислал мне вот это вот, он не проставил каких-то расстояний. Для этого есть линейка. Она целиком, вот я показываю, она целиком взята из автокада, из базового. И есть квик. Посмотрите, очень изящный инструмент. Вот размеры. Вертикальный размер по стены до стены. А горизонтальный такой хитрый, потому что, видите, он уперся в диван. Если выведу его в свободное пространство, он мне покажет размеры комнаты. В данном случае 5700 на 4275. Если мне мешает мебель или что-нибудь другое, да не вопрос, я уже знаю, как подключить мебель, либо что-то другое. И беру и быстрое в измерение. Мерю размеры этой комнаты. Если мне необходимо померить расстояние, я мерю расстояние, дистанция. И вот дверной проем отсюда до отсюда. Читаю внизу. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В самой нижней части. Здесь нет, как в автокаде, динамического ввода. Есть вот в командной строке внизу написано расстояние 900 миллиметров и другие какие-то служебные данные. Командную строку точно так же ввода приподнять и прочитать в ней то, что вам необходимо. Какие еще инструменты здесь есть для измерения? Конечно же, геометрических величин достаточно много. Поэтому, пожалуйста, радиус. Вот у этой дюги есть радиус. Почитайте. Внизу радиус 900. Соответственно, диаметр 1800. Все без обман. Угол. Давайте померим угол между этой линией и вот этой. Ну, понятно, что 90 градусов. Внизу 90 градусов. Площадь. Площадь. Давайте померим площадь. Вот этой прихожей. Она здесь написана. А вдруг я вас обману? Поэтому Enter. Вот она. 6. Начинается на цифру 6. 6, 100 и так далее. И так далее. Что это такое? Дело в том, что в докладе размеры миллиметра. Поэтому миллиметры квадратные. А надпись эта перемена в квадратные метры. Что еще можно сделать? Посмотрите. Бегаю я по... Бегаю в кавычках. То есть я перемещаюсь по чертежу. Зуммированием. Вот я включу колесико мыши. Панорамированием. Это я нажимаю на колесико. И вот так вот перемещаю весь чертеж. Я могу посмотреть фрагмент чертежа. Могу весь чертеж. Почем как угодно я работаю с этим чертежом. Кто хоть чуть-чуть работал в Афтакаде, знает, что в Афтакаде все культурные люди раскладывают по листам. Там есть фиксели. Вот они листы. Вот лист. Первый этот титул. Вот лист. Второй раздел проекта. Вот такой это АФ, ТО, АИ, ну и так далее, и так далее. Пожалуйста, вы можете просматривать и пользоваться ровно теми же инструментами. Я обращу ваше внимание на то, что привязки работают на листах в своем масштабе. А в модели все один к одному. Но тем не менее, вы можете вот так вот померить и получить ровно тот же размер, как в модели. Посмотрите, я подчеркиваю, что расстояние от 1500 здесь мы читаем в командной строке 1500. То есть вот такие вот возможности для работы с листом, с моделем и так далее. Ну, может быть, что-то для пользователей, которые в автокаде не работают, непонятно со слоями. Ну, вы хоть сейчас задайте, пожалуйста, какие-то вопросы. Не молчите. Пишите мне в чате. Если есть вопросы, я прямо, так сказать, онлайн и отвечу на все ваши вопросы. Александр Посточенко, вы все знаете. Я даже считаю, что это примитивно, элементарно. Это все очень и очень просто. Так. Дальше. Ну, чисто формально посмотрите. Switch Windows, переключение Windows. Вот вкладки файлов, вот здесь показывать их или не показывать. Вот так же, как в автокаде, свои. Ой, вот говорю, говорю себе так же, как в автокаде. Нельзя говорить так же, как в автокаде. Надо говорить, как в этой программе. Дальше можно окна расположить, если у вас несколько файлов разных открытых. Как угодно. Сделать текущим. Любое из окон закрыть. Ненужное и так далее. Это совершенно формальные вещи, которые как бы должны... Куда это я забрался? Вот наш файл. Так, наверное, как бы вам сказать, автокад обладает возможностью сохранять в формате PDF и то, что в PDF и отпечатано. Вот я к этому файлу все присоединил. Ну, и загружено. Это вот что, посмотрите. Это замороженные слои PDF. Видите, справа возникают такие интересные штучки, которые показывают то, что я в PDF отправил. Ну, у меня пришло вместе с этим файлом. И это здорово. И это здорово, потому что это очень удобно. Я, с вашего позволения, все эти PDF-ские слои вновь заморожу. Они у меня, они у меня начинаются на букву PDF. Но это я не скромно, не у меня, а автокад так конвертировал их, так придумал название слоев, что они все начинаются на PDF, и это очень удобно. Так, дальше. Навигация по модели осуществляется вот такими инструментами. Вот в реальном времени я показываю вот такие вот вещи более близко. То есть, вообще-то все инструменты интуитивно понятны. Могу увеличить фрагмент чертежа, могу еще больше увеличить, могу наоборот удалиться от чертежа, смотрите, как бы сверху. А могу еще, к примеру, вот здесь вот такая вот кнопка экстренной в границах. Чуть-чуть колесико мыши на себя, и вот все, что я увидел, увидел свой проект. Вернее, это не мой проект, даже как бы чужой проект. Дальше. Итак, давайте я повторю. Это переход по слоям, это измерение, это листы, это листы. И, конечно, любой из этих элементов, вот совершенно замечательная штука, любого из этих элементов, я могу, посмотрите, распечатать, распечатать, стандартное окно, плод, плод могу из модели распечатать, настроить свой конкретный принтер-кодер, либо PDF. Про PDF сейчас еще одно расскажу. Вот, допустим, мне нужно распечатать титул, я взял титул, нажал на кнопочку плод, настроил свой, сейчас мне настроено на PDF, я настрою свой конкретный принтер-кодер какой-то, выберу там все, что необходимо, и распечатаю по совершенно, в общем-то, а можно по-другому. Вот, посмотрите, что необходимо, вот кнопочка D, здесь кнопочка D, можно DVD конвертировать, вернее, экспорт, PDF, экспорт, PDF, нажал PDF, дальше. Вот, вот у меня план 8 на 6 называется, я отправлю его на рабочий стол. Так, а у меня уже на рабочий стол, дальше выберу здесь печать, печать, выйду окно, обведу то, что мне необходимо увидеть, могу фрагменты, если хотите, и сохраняю с этим уже названием на рабочем столе. Посмотрите, вот, посмотрите, вот рабочий стол, вот план 8 на 6, который я только что сохранил, я его открываю, но уже в просмотрщике, но уже в просмотрщике, если я какие-то... Хорошо, хорошо, Алексей, всего доброго, хорошо, всего доброго, вот, посмотрите, вот просмотрщик, PDF, я все вам, не то чтобы доказал, я вам показался все на практическом примере. Так, дальше, умеете ли вот это вот, понимать трехмерные файлы? Ну, у меня было как-то, было немножко свободно времени, я сделал вот сегодня, готовил вот такой вот файлик, вот такой вот домик. Да, вот это вот DWG3View, DWG3View поддерживает форматы, концептуально, со скрытыми линиями, реалистичность материала есть, шейдер, тени, с ребрами. Просвечивание, на самом деле ничего здесь интересного нету, поскольку это все на стакане поддерживается, но надо же кому-то это еще и показать. При этом, к сожалению, вот только вот этими кнопками навигация по модели осуществляется, панель навигации, так называемая. Видите, мы можем заглянуть в модель снаружи, изнутри и так далее. Если хотите, если хотите, можно отключить, к примеру, вот этот слой, это по слоям разбито. Раз, у меня крыша текущая, не отключится, а малыш подавал, вот и смотреть, смотрите, вот планировку изнутри, пожалуйста. Домик с подаварочкой изнутри, вот телевизор, все показывает, показывает. Если бы я не поленился, не сделал бы из 3D компоновки по листам, сверху, сбоку, сзади, мы бы точно так же их увидели. Ну, вот два вида коказовских файлов. А теперь то, что касается всех файлов. Я не знаю, для меня является вообще-то, говоря, загадкой, как люди работают в более старых версиях файлов. Дело в том, что автокад устроен следующим образом. Есть 2000-я версия, 2003-я, боюсь соврать, это по годам, 2007-я, 2010-я, 2013-я, 2018-я. Вот автокад 2020-2021 работают в формате ДЛВ-2018. Вот некоторые люди очень просят, вернее, не то, чтобы просят, а сохранить в более старой версии автокады. Пожалуйста, вот кнопочка DWD-конверт. DWD-конверт. И мы конвертируем этот файл в 2000-й автокад 2004-й, вот я забыл, 2004-й вспомнил, 7-й, 10-й, 13-й. Остальных я, так сказать, вам не перечислял, но для меня загадка. Как сейчас, в наше время, люди имеют, к примеру, установленный автокад 2010-я же. Я просто не знаю, ему 10 лет. За это время уже человек ни разу не переустанавливал. Такого же быть не может, правильно? Вот. То есть, вот, многие прямо-прямо задавали в почте вопросы, слушатели у меня спрашивали, если мы не записали, сегодня их почему-то нет, как сохранять версии более раннего автокада. Да вот, пожалуйста, вы конвертируете этот файл в автокад 2007, открываете автокад 2008-2009 или сам 2007-й и открываете в этой версии автокада. Я с удовольствием бы сказал, что я все это дело проверил, но я все это дело не проверял по одной простой причине. Я не знаю, как мне установить версию автокад 2007. Я вот, в принципе, не знаю, понимаете. Вот на моем компьютере стоит автокад 2021 и автокад 2020. И 2020 только потому, что на нем основываю модуль из ПДС, и я в нем, так сказать, иногда что-то там обсматриваю, что-то делаю. Понимаете? Так, а все остальное мне не надо. Вот. Что происходит, вот, если я сейчас закрою. Закрою, я в любом методе его открою. Конечно же, что делает система? Она не предполагает сохранение. Откуда может быть сохранение, когда там вносить изменения, а никаких изменений я вносить физически не могу. Поэтому, если я беру любой файл автокадовский, выполняю два щелчка по нему, по умолчанию, он у меня начинает открываться. Все. Ветрою. Потому что это самая простая, самая быстрая программа. И для того, чтобы у меня открылся в автокаде 2021 примерно, или 2020, что мне нужно сделать? Мне нужно в Windows поставить приоритет. Какой программе мне открывать этот файл? Либо он будет отправить последний открытый программ. Поэтому, что я сделаю после того, как я проведу с вами этот вебинар? Как вы думаете, что я сделаю с программой DWG-3V? Я думаю, что я ее снесу. Вот такая у меня есть идея дальнейшей работы. Так, ну вот я возвращаюсь в нелюбимую презентацию. Я нелюбимую презентацию. Вот. И вот как бы вот немножечко я вам показываю, что ретроспективы, что мы уже сделали реально. Ну, это просто скриншоты, понимаете, того, что я делаю. Это, ну, скриншоты же в одном работает. Это я вам другой 3D файл представил, где детализация вот этого интерьера. Или так сказать, сделано. Тоже вполне себе хорошо. Давайте я... Давайте я... Ну, все видно, да? Все видно. То есть, вот как раз так отработает 3D файл. Ну, то есть, вернее, не автокад, это моя оговорка по Фрейду. На самом деле, это система DWG-3V бесплатная, которая позволяет человеку в автокаде, не работающему, просто просматривать файлы автокада любой структуры. Как трехмерные, так и двумерные. Какие у вас вопросы ко мне? Я сегодня отвечу на все ваши вопросы, если они возникли. Если у нас сюда мало осталось, или хотите, можете просто не голосом отключить микрофон. на езды. Так, Елена говорит, что вопросов нет. Александр, у вас есть вопросы? Тоже нет. Так, ну, подготовка клиентов, столько же, сколько карт подготовки клиентов. Берете файл, который вы делаете, Саша, прямо файл, который вы делаете, и отправляете его заказчику. Не нужно ничего готовить. Если вы хотите что-то ему не показывать, заморозьте слои, которые ему нельзя показывать, и отправьте замороженную слои. Никакого времени подготовка не занимает. Пусть смотрит в процессе, будем так говорить. Лишь бы он установил себе вот эту вот ДВГ-тройную слои. Все. Больше ничего от вас не будет. На самом деле, эта программа реально экономит очень много времени. одна, вот эти вот передачи друг к другу. Заметьте интересную вещь, что вот по этому пути пошли сейчас и программа, и SolidWorks такую программу разработал, какая-то еще фирма. То есть, вместо того, чтобы... Сейчас я сделаю паузу, я объясню, что я хочу сказать. Вы посмотрите по интернете, при помощи каких... Вопрос задайте так. При помощи каких программ можно читать файл ДВГ, либо файл ДВГ, либо еще чего-то. И вам, муча знатоков, какие-то кривые подставят читалки, дешифраторы, еще чего-то. Даже если они бесплатные, то они какие-то ужасные. Которые якобы умеют что-то делать. На самом деле, вот сама фирма Autodesk разработала вот эту программу для того, чтобы грамотно, четко и хорошо читали файл Автокада, не имея Автокад. Ну, коль фирма Autodesk не занималась, значит, это, наверное, нужно. Тем более, опять-таки, я уже не знаю, тут люди пишут, что мне не удалось установить. ДВГ-3U. Ну, какие же кривые руки нам! Глубить, чтобы она установилась. ДВГ-3U. Она скачивается быстро, установляется быстро. А, ну, конечно же, во время любых всяких установок. Ну, отключите антивирус. Ну и делайте все. Так. Ну, у меня все. У меня все. Пишите, приходите учиться. Всего доброго. До свидания.